Возможно ли превратить жир в мышцы? Вера в сказку не умирает никогда, но как бы нам не хотелось, превратить жир в мышцы невозможно. Но и мышцы в жир тоже не превращаются. Страшилка на тему «бросишь тренироваться, станешь толстым» – несостоятельно. Жир и мышцы представляют собой два различных вида тканей, и один не может стать вторым, даже при огромном желании. Профессор Нью-Йоркского университета Брэд Шонфелл говорит по этому поводу так. Сделать яблоко из апельсина не может никто, но запустить процесс жиросжигания, набирая при этом мышечную массу, может каждый. Причем, как отмечает ученый, проведенные им исследования свидетельствуют о том, что наиболее эффективно такой процесс проходит у новичков, пришедших в тренажерный зал. Первое, с чего нужно начать, так это со снижения жировой массы тела. Сделать это, исходя из элементарной физики. Возможно лишь тогда, когда мы тратим калории больше, чем потребляем. Жир – это энергия, которую наше тело запасает про запас на фоне избыточной калорийности привычного рациона питания. А как говорит второй закон термодинамики, энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Она просто меняет форму, выступая либо в роли жира на теле, либо в качестве источника энергии. Чтобы заставить тело тратить накопленные жировые запасы, нужно создать устойчивый и постоянный профицит калорий. Результаты исследований говорят о том, что запустить первый этап жиросжигания можно, если снизить калорийность рациона всего на 200 калорий в сутки. Уменьшить количество сладкого – это самый простой способ начать худеть. Но если полностью отказаться от тортов и пирожных сразу не получается, на их поедание нужно наложить временные ограничения и потреблять их только в первой половине дня, желательно утром. Вывод. Уменьшение привычного рациона и удержание его на таком уровне в течение 7-10 дней гарантированно запускает процесс похудения. Но на фоне снижения энергетической составляющей рациона необходимо параллельно повышать количество белка в привычной схеме питания. Самый лучший жиросжигатель, который всегда с нами, это наши мышцы. Чем их у нас больше, тем больше калорий мы сожжем, даже находясь в состоянии покоя. Силовые тренировки, в котором мышцы сопротивляются нагрузке, это лучший способ построения мышечной массы и одновременно отличный способ дополнительного расхода калорий. Но, чтобы мышцы росли, им необходим материал для роста – это белок. Для профессионального атлета, усиленно работающего на массу, нормой является цифра от 4 до 5 грамм протеина на килограмм веса. А для обычного человека, не стремящегося покорять вершины бодибилдинга от 2 до 2,5 грамм на килограмм веса – это совершенно адекватная норма потребления белка, достаточная для роста мышц. На фоне снижения углеводной составляющей количество белка в рационе должно увеличиваться. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok